Как показывают общие цифры, на курорте наблюдается снижение употребления наркотиков и алкоголя. Эта информация прозвучала на заседании антинаркотической комиссии, в которой приняли участие руководители территориальных органов исполнительной власти, начальники подразделения МВД России, представители казачьего общества и члены Совета общественности сельского округа. Докладчики отчитались перед заместителем главы Сергеем Козловым о результатах профилактических мероприятий. Глава Витязевского сельского округа Василий Апазиди поблагодарил представителей казачества за помощь в решении спорных вопросов. Стоит также отметить, в этом году работал казачье общество, здесь представители находятся, по борьбе с врагатом, алкоголем и надписью. В этом году большая работа проведена в этом плане, в этом направлении. Особенно хотелось бы отметить по борьбе с врагатом. Старший участковый села Витязева Сергей Уханев подвел некоторые итоги по выявлению случаев употребления наркотических средств. По сравнению с прошлым годом количество наркозависимых сократилось, но все же отдельные эпизоды есть. Раскрыто 5 преступлений по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических средств или пищатодобных веществ. А также 8 человек были привлечены к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса административных правонарушений. Это применение наркотических средств без назначения врача. Как отметила заместитель начальника управления здравоохранения Элина Григорьева, профилактика антинаркотической направленности приносит свои плоды. Сегодня на учете врача-нарколога состоит 420 человек. На начало 2016 года это количество превышало 435. Острота ситуации по распространению наркотических средств в муниципальном образовании снижена, но работа на этом не заканчивается. Совсем скоро начинается новый учебный год, а значит профилактические мероприятия продолжатся не только с жителями и гостями города, но и в учебных заведениях муниципального образования.